То есть, таким образом, сажая деревья, вы создаете какую-то гармонию в жизненного пространства, плодите в жизнь и рекомендуете всем заниматься тем же самым. Никому же не возбраняется садить деревья. То есть, никаких ограничений в саживании деревьев нет. Никакой религии, никакой идеологии. Поэтому мы должны найти совместные действия для того, чтобы научиться совместно творить. А тем более творить жизнь. Это же прекрасно. Это все замечательно звучит, но видите ли вы какие-то признаки перехода от потребительства, к которому привыкли, наверное, в этом жить, потреблять, как-то варварски даже, перехода к новой эпохе, к эпохе любви, созидания, какие-то внешние признаки? Есть у нас надежда? У человечества всегда есть надежда. Поэтому в определенный момент человечество, конечно, перешло к потребительству. Видимо, в эпоху шумеров, когда Гильгемеш и Иринин Киду пошли священные кедры рубить для того, чтобы сделать санки, полозья, строить. Вот с этого как раз эпоха потребления вписанной традиции мы видим, как бы истоки. И после этого человечество повернулось именно вот в эту сторону. И все-таки, понимаете, человечество хочет выжить. А чтобы выжить, оно должно сохранить Матушку-Землю. А выживание, оно же все-таки на генетическом уровне у нас все-таки говорит об этом, что нам надо выживать. А каким образом выживать? Поэтому я, когда езжу, скажем, по той же пустыне Токламакан, где-то в Урумчи, или еду по Турции, где уже все деревья вырублены, и вижу, когда по дороге уже высаживаются деревья, там, в пустыне Токламакан, или там, где-то в степях, скажем, Анатолии, или тот же пример, там, у нас горнолтайский, скажем, да, когда в военную эпоху все горы, голые леса в горах были вырублены, то на сегодняшний день я помню, как мать и отец мои рассказывали, как они, будучи студентами, высаживали эти горы, голые, обратно деревьями. И когда идешь на прогулку на эти горы, видишь стройные ряды именно остановленных лесов. Поэтому и то, что человечество на сегодняшний день переходит к новым технологиям, ищет более рачительные, более щадящие технологии по отношению к природе, скажем, экологически чистые, более экологически чистые, это же опять же говорит о том, что человечество все-таки задумывается, каким образом сохранять жизнь, собственную жизнь, и удешевить, в то же время относиться более рачительнее к земле, чтобы меньше копать, чтобы меньше потреблять, меньше из него высасывать. И даже те кризисы, которые случаются, финансовые, политические ситуации, я думаю, это нормальное явление, так как потрясение возникает из-за того, что эти инструментарии, которые мы создали, они временны. И о временности в этом говорят, что в любой момент может возникнуть кризис, и может эта система перестать работать. И поэтому человечество задумывается, каким образом прекратить потреблять только. Каким образом ищет формы, каким образом научится отдавать, созидать. То есть эти формы, вы считаете, будут найдены в ближайшее время, человечество к этому двигается. Спасибо большое, вы внушаете большую надежду. Давайте будем относиться рачительно к миру вокруг себя. Сажайте деревья, созидайте, творите любовь. С вами была программа «Арман». Следуй за мечтой. До свидания.